Привет! Добро пожаловать на мой канал! Поставь пальчик вверх этому видео! Сейчас будет интересное событие! Как она расскажет? Чего же на самом деле от него ждать? Стоит ли вообще его ждать? Ожидать? А может, ну его нафиг прямо сейчас? Давай поскорее посмотреть, что же ответят карты! Поехали! Всем здравствуйте! Добро пожаловать на канал Ясновидящего! Я все знаю, где вы находитесь, что вы делаете А также ваше будущее, естественно, предскажу Если вы лично обратитесь Обратиться можно по WhatsApp, у которого закреплено сообщение Там же выскочит сразу же прайс Выбирайте, что вам нужно Все остальное мы обсуждаем лично Потому что все в прайсе, я не описываю свои услуги Вопрос Стоит ли его ждать или пора отпустить? Смотрим мы на этой замечательной колоде Волшебная колода Сад царевны Стоит ли его ждать? Ой! Ну, знаешь У нас вышла сама царевна У нас вышла сама царевна Сейчас, почему сама царевна Вот коробка такая, да, подарочная Она вот на коробке как раз Именно она и изображена Эти карты Метафорические Они очень хорошо подходят Для моделирования вашего будущего То есть благодаря им Вот их много, да Мы можем смоделировать И это все исполнится Вот Вы видите предыдущие эфиры Как долго Как тщательно Я обсуждаю по одной карте Отвечаю на ваши вопросы Вы это заметили, да? Но мы уже выбрали карту Стоит ли его ждать? Или пора все-таки его отпустить? Для того, чтобы максимально было И понятно, что это гадание для вас Вам нужно написать имя человека Имя человека Как же его все-таки зовут? Если вы стесняетесь Вы можете просто написать Первую букву имя человека Ну, если стесняетесь Если не стесняетесь Молодцы Пишите полностью Потому что человек А вдруг это ваш будущий муж Этого заслуживает Вот допустим у меня мама Я, кстати, в детстве вообще не понимал Но у нас почему-то в поселке Было заведено Мужей они называли Жены по фамилии Либо по отчеству Там Петрович Либо там Какую фамилию тут сказать? Где твой Зайцев там? Или где твой Петров-то? То есть я не знаю, как у вас там Но для меня это было очень странно Почему моего отца Николая называют Как-то Ну, по отчеству-то понятно, наверное Но все равно как-то странно Получается, они обращаются к деду А не к отцу Вот у вас такое было или нет? Ну что? Карта уже перед нами Вопрос уже озвучен Стоит ли ждать тебе Его Либо отпустить Вот давай Я тебе сейчас задам вопрос Вот как ты думаешь Как бы ты ответила Вот карта выпала Да? Ты же у меня еще Экстрасенс Та гадалка Вот ты как ответила? Я задал вопрос Стоит ли его ждать Либо уже отпустить? Вот что ты ответишь? Тут волки воют Я смотрю Борец Аконит Мы все знаем Что борец Всегда Выбирает жизнь Свою невероятную способность К выживанию Растения Демонстрирует Это КАЖДЫЙ ДЕНЬ Вы вспомнили Это растение Эти колокольчики Вам видно Его вообще Синенькие Как умывальнички Такое Ну наверное Выживание У него Борец За выживание Каждый день Можно назвать Еще его Сорняком Итак Главное У него Девиз Это жизнь Мы потом В конце Все Проанализируем И четко Ответим На вопрос Стоит ли Тебе Его ждать Или отпустить Сначала Мы разговариваем С картой Потом Карта Начинает Тебе Рассказывать Но только Для тех Кто Написал Имя Человека Карта Вот видите Она прям На вас Смотрит С вами Разговаривает Она За вами Наблюдает Давайте Немножко Расскажу Кто Про этот Цветок Не знает А Конит Часто Растет Произрастает Там Где Другие Цветы Не могут Приспособиться Природа Наделила Этот Цветок Стойкостью Ну и Умением Конечно же Защищаться Этот Цветок На самом Деле Содержит Очень Сильный Яд Кто Не знал Своей формой Он Очень Похож На Шлем Воина Я не знаю Вот вам видно Или нет Могу сейчас Я вот так вам На камеру Покажу Давайте Такой шлем Воина Ну я Называл бы Еще как Умывальнички Да вот в детстве У нас так называли Умывальнички Либо как Действительно Доспехи Шлем Воина Так вот Благодаря Своему яду Он умеет Выживать Мы чуть-чуть Попозже Поймем Как же это Относится Стоит ли тебе Его Или отпустить Слушай внимательно Сначала Мы разговариваем Карта Вернее Сейчас тебе Рассказывает Про себя История Отравлений Ядом Аконита Настолько Обширна Что он Стал одним Из символов Опасности И смерти Я вот сейчас Вам в чат Задаю вопрос Вы вообще Знаете Этот цветок Аконит Ядовитый цветок В пустыне Другими Своими названиями Его еще Называют Шлем Бога Тора И Либо Борец Растение Обязано Скандинавской Мифологии Цветы Выросли На месте Гибели Бога Тора Победившего Ядовитого Змея И погибшего От его Укусов Итак Мифология Бог Тор Боролся С ядовитым Змеем Погиб От яда Змея И на месте Смерти Бога Вырос Этот цветок Согласно Греческой Мифологии Аконит Является Цветком Богини Гекаты Так Я ее Ставлю Сюда Ну И теперь Мы постепенно Переходим Все-таки Ну К совету Еще раз Смотрю На эту карту И хочется Сказать Что Вот эта Богиня Показывает Пальцы Пальцы Уходят Вверх Луна Лучи Мечи Из головы Выходят То есть Это Живучий Цветок Цветок Войны Войны И он Выживет В любых Условиях Но не то Что выживет Даже А даже Еще будет Свести Вот как Кактус Примерно Ну А мы Теперь Переходим К совету Совет А вопрос Давайте я заново Назову вопрос Стоит ли его ждать Или все-таки Его отпустить Вот Давайте Смысл Этой карты Посмотрели Вернее Поняли Что это за цветок Кто не знал Молодцы Кстати Напишите Знали вы Про этот цветок Или нет Итак Совет вам Научитесь Распоряжаться Своей жизнью Без страха Вот Еще раз Повторю Это совет Именно вам Источник радости И горя Исключительно Внутри вас Возьмите Наконец На себя Ответственность За свою Жизнь Если вы Будете Считать Что Несчастны Из-за Окружающих То Ничего Не Изменится В вашей Судьбе Если Послушайте Внимательно Если Не решите Самостоятельно Отвечать За свою Жизнь То Будете Довольствоваться Чередой Случайностей Которые Если вы Только Сами Не позволите Им Это Сделать То Если Если Вы Позволите Им Вас Сломать Вы Сломаетесь Пожалуйста Не позволяйте Никому Этого Сделать Теперь Давай Возвращаемся К вопросу Стоит ли Его Ждать Или Отпустить Здесь Все В твоих Руках Но Я вам Советую Все Таки Надо Его Ждать Берите От жизни Все Успеете Вы Его Бросить Успеете Вы Его Заблокировать Он же Звоните Вы Видите Что Он Вам Пишет И Что Вы Будете Делать Разблокировать Там Все Все Равно Сообщение Приходит Что Вы Видите Что Он Пишет Поэтому Я Вам Советую А Вернее Карта Вам Советую Что Я Вам Говорю Карта Вам Советую Будьте Сильнее Будьте Рыцарем Будьте Воином И Боритесь За Своё Счастье Итак На вопрос Стоит Ли его Забыть Ответ Решайте Сами Но Берите От жизни Все Интересно Да Вот Вот Смотрите 10 минут Я Вам По карте Рассказываю Историю Мифологию Мы Все Вспоминаем Что Это За Цветок Мы С Нами Карта Начинает Разговаривать И Мы Рано Или Поздно Приходим К Ответу На поставленный Всего лишь Один вопрос Представляете Здесь вопросов Можно много Решать Тут колода Огромная Вот Итак Если Ну давайте Вот Я вижу Если Вы Все Таки Решили С ним Не Общаться Значит Вы Так Решили Значит Не Надо Больше Его Возвращать Вот На этой Колоде На Картинке Вы Видите Здесь Ей Даже Волки Подчиняются Волки Подвывают Они Тоже Воины И Вот Но Я Все Равно Желаю Боритесь За Своё Счастье Держитесь За Конец Нефритовый Или Какой Там Конец Мило Забыл Как Конец Называется Итак Следующий Расклад